Удобно буду, если по имени называть? Да, да. Хорошо. Ксюш, слушай внимательно. Чем могу помочь? У меня сложилась такая ситуация жизненная, что мне нужно как-то выбираться из того положения, в которое я попала. Так, положение у нас какое? Личные отношения, конечно, да. Ну, рассказывайте, рассказывайте. Сейчас разберемся. Дело в том, что это длится уже как бы 4 года. Вот. И конца этому я не вижу. Чему? Ну, этому. Этому чему, Ксюш? Отчего страдаю? Ну, потому что отношения эти бесперспективные. Так, Ксюш, ну чуть-чуть поконкретнее. Я понимаю, что боли много. Я понимаю, что обид много, ночей, слезных и все это понимаю. Ну, конкретно, чуть-чуть. Чуть-чуть поконкретнее, чтобы можно было. Ну, сейчас, как бы, тоже, да, я общаюсь с мужчиной, отношения. Он женат? Он женат. Так. Он взрослый? Да, но он рассказывал очень часто, ну, всегда, вернее, всем рассказывает, что они жены живут в разных городах. Вот. И, как бы, и выходит, что они редко очень видятся. И всегда он говорил, что отношений у него нет. То есть, просто штамп, но уже ничего не значит. Детки есть там? Да, но уже взрослый. Угу. Так, чтобы для понимания, возраст мужчины сколько ему? Я вам так понимаю, лет 25, поменьше? 21. 21. Замечательно. А ему? Ему 47. Очень хорошо. Детки у него повзрослее, чем вы будете? На один год старше. Так, хорошо. Он вам зачем, Ксюш? Так, получается, что я в него влюбилась, когда мы повзросли. Что такое в вашем понимании любовь? Как вы это ощущаете? Чувствуете как? Хочется быть с ним. Хочется проводить время с ним. И чувствую себя спокойно, как-то защищенно. У вас родители, мама с папой есть? Да. Они в курсе ваших отношений? Нет. Вы ведете такую очень жестко двойную жизнь, да? Ну, можно и так сказать, конечно. Ксюшенька, а что он дает, этот мужчина взрослый, который абсолютный ваш отец? Он вам что дает? Даже не знаю. Ну, просто мне с ним хорошо видно. Хорошо это как? Вот ваши встречи, я так понимаю, что это на его территории, там, два раза в неделю, три раза в неделю, да? Раньше это было так. Сейчас наши отношения зашли вообще совершенно в другую стадию. И у нас уже непонятно что. В какую стадию зашли? Ну-ка. То есть, если бы, ладно, там еще жена, которая, в принципе, там не бывает. Я говорю, ну, вообще, в принципе, нигде его в жизни редко бывает. Но он очень часто изменял. Он мне очень много брал. Он мне врет. Ну, буквально на каждом слове, даже там, где нет смысла, в принципе, врать. То есть, это человек, который уже привык так жить. Привык жить ложью. И я просто не понимаю и не могу понять, что он хочет от меня. И он мне не надоет. А что он говорит, что он хочет? Он говорит, что я ничего не хочу. Но сам мне не дает спокойно жить. Это как? Когда мы с ним ругаемся, когда мы с ним расстаемся, ссоримся. А на тему чего вы с ним ругаетесь? На тему его лжи, на тему его измен. Значит, вы свое свободное время тратите на то, что приходите к старому дядьке и начинаете выяснять с ним отношения. То бишь, его воспитывать. Да? Мама тоже папу воспитывает? Да нет. Нет? А кто у вас в окружении занимается воспитанием претензионным таким? Истерик не бывает, Ксюша? У меня? Да. Иногда бывает. Бывает. Так вот, еще раз, давайте посмотрим. Взрослый мужчина, проживший жизнь, имеющий такого уже ребенка или деток таких, детей уже взрослых. Вы от него что хотите? Я ничего, просто хотела быть вместе. Вместе это что такое? В вашем понимании, вместе это что такое? Это социальный статус. Это дальше материальное обеспечение. Это наличие детей ваших совместных. Вместе это что для вас? Как вы рисуете? Это все вместе. Насколько, как вы думаете, он готов на детей, на младенцев? Думаю, что не готов. А зачем вы пытаетесь требовать от него то, на то, что он не готов? Зачем вам это? Не знаю. Я просто все понимаю. То есть я понимаю всю ситуацию. Но я не могу от него, не знаю, уйти. У него какая-то такая своего рода зависимость. Что хорошего в этих отношениях с ним для вас? Хорошего. С ним весело. Он помогает, материальный бывает. А вы у меня работаете, там где-нибудь учитесь? Студентка. Студентка. А родители слабенькие в плане материалки, да? Да. Понятно. Так, насколько я слышу, могу ошибаться, но проговорю, чтобы было понимание. Вы, этот мужчина, с вами готов общаться, готов помогать материально. Единственное, он не готов социально вас обозначать для себя. Правильно? Ну и материально он тоже особо не помогает. Ну как, это очень редко бывает, но иногда бывает. Так, тогда что вам нужно? Вы чего хотите? Я не знаю. Я просто не могу от этого избавиться. Как только начинаю... От чего от этого? Еще раз, Ксюша. От него, от этих отношений. Хорошо, вы туда, вот сегодня будет вечер. Вы глазки подкрасите, губки еще поярче подкрасите. Пойдете к нему и начнете выяснять с ним отношения. Так вы зачем ходите туда? Вы чем там занимаетесь в этих отношениях? Чем? Обычная ваша форма общения. Зачем вы туда ходите? Денег не дает. Врет. Мы с этой женщиной встречаемся. Так. А хотите чего? Хочу. Я уже не знаю. Я хочу просто от этого избавиться. От чего от этого? От зависимости. От какой зависимости? К чему вы привязались? Еще раз. К нему. К нему. Вот он, это человек отдельно стоящий. Да? Вот отдельно стоящий. Расскажите мне, как обычно, в общем, ну, среднестатистически происходит у вас отношение. Вот он вам позвонил. Вы взяли трубку, он говорит, давай встречаться. Вы приезжаете или он вас там где-то берет, сажает машину, вы едете. С этого момента расскажите мне ваши отношения. Да ничего. Бывает, просто поедем в кафе, посидим, и все, оно там заканчивается. Бывает, просто приезжаем к нему домой, ну, понятно, такого плана, все. И просто посидим, поговорим. Ну, такого серьезного, чтобы, то есть, он мне сразу еще тогда говорил. То есть, изначально, когда мы только начинали общаться, он мне говорил, что я тебя люблю. Был такой момент. И потом, когда я от него уходила, мне такой говорил тоже. Это был второй момент. А потом он мне сказал, что я вообще никого не люблю, никогда в своей жизни никого не любил. И ты это прекрасно знаешь. Ваша форма общения с ним? Вы какая с ним? Я же не знаю, как вы это ответите. Ну, в каком плане? Ну, как в каком? В поведенческом. Вы чувствуете себя взрослой? Или чувствуете себя девочкой маленькой? Или чувствуете себя эстервозной такой девушкой? Или вот какое состояние включается, когда вы видите этого мужчину? По-разному. Смотря какое настроение. Среднестатистически, обычно. К чему стремитесь? Я просто пытаюсь выяснить сейчас, какую зависимость вы у себя взрастили. На чем она основывается? Фундамент ее какой? Это не знаю. Я просто чувствую. Не знаю. Ну, эстервы это вряд ли, конечно, такое прям. Это такое редко. Это когда очень уж что-то там. А так, в принципе, ну, как обычно. Обычно как, Ксюша? Я же не знаю, как обычно. Ну, еще раз. Оксан, вас не видно. Слышится только ваш голос. Чуть-чуть почестнее будьте. Чуть-чуть. Пока говорите очень поверхностно. Да? Вы хотите от меня услышать информацию, которую я могу взять только у вас. Вы мне говорите, все хорошо, но он такой не очень хороший, денег не дает, ничего не обещает, но я его люблю. Я пытаюсь, да, выяснить, Ксюша у меня с головой дружит, нет, или все-таки мужчина имеет там какую-то связь. Откуда причина, ножки откуда растут? К чему вы привязались? Денег нет, статус не обещает, любовью не страдает, отношения не очень, чтобы очень. К чему привязались-то? Ну, наверное, я как-то сама себе такой образ создала, который, вот, как-то, не знаю, в который влюбилась. Именно он создал изначально такой образ, да, такой вот мужчина, который, пусть там с женой отношений нет, и деньги есть, и вот у него очень такая харизма развита в таком плане. Он очень веселый, с ним очень интересный, очень умный, очень много всего знает. И говорил очень красиво, он меня поддерживал в ситуации, ну, в моих предыдущих отношениях, когда мы познакомились, у меня были другие отношения, мы тогда очень сильно поддерживали в том плане. И он говорил, что я вот так вот никогда бы не поступил, вот, я, ну, мужчина там должен быть мужчиной в таком плане. И это меня очень сильно зацепило. И я этот образ, поддерживаемый им, я вот этот образ, наверное, влюбилась. Так, а он здесь при чем? Образ, пожалуйста, любите, кто ж мешает. Он себя ведет. Стоп. Он ведет себя или говорит так? Когда человек говорит, я тебя люблю, это еще не имеется в виду, что это так. Когда человек действует, тогда чувствуется, что он любит, заботится, принимает, понимает. В любом случае, объясняет свои поступки из расчета от чувства заботы и мужской жизненной позиции. Так? Вот, я сейчас услышала, что какой-то мужчина с отцовской позиции прикрыл своим могучим плечом маленькую девочку. Девочка решила, что это тот вот принц, который сможет все для нее устроить. Давайте рассматривать ситуацию. Через пять лет вам только 26, а ему полтинник. Вы с ним что делать будете? Пять лет. Да, я думаю. Так, еще раз, Оксан, правде в глаза смотрим, что держит в этих отношениях. Что? За что вы зацепились? Какую иллюзию себе без конца взращиваете? Уровень ограничения колоссальный. Вас никогда не поддерживали по жизни родители? Позволю. Давайте тогда немножко о папе поговорим. У вас с папой какие отношения? Хорошие. Хорошие это что значит? Ну, мы общаемся, да, так нормально. Это как с соседом по лестничной клетке, что ли? Нет, мы можем вообще пошутить друг на друга. Нет, я сейчас не об этом. Я говорю о том, что маленькая девочка Оксана, имея перед собой папу. Папа являлся для вас идеалом когда-нибудь? Вот тем мужчиной, на которого, собственно говоря, кем вы гордились, с кем общались, кому доверялись, с кем проводили какой-то промежуток времени. То бишь, тот мужчина, который, по идее, Оксану взращивал для... Вы своему отцу доверяете? Да. Тогда объясните мне, почему вы второго-то обрели себе? Какое дополнение происходит? Что папа не додал или не додает? Что? Возможно, мама не додала. М? Возможно, мама не додала. Так, мама что нам не додала? Ну, с мамой мне отношения сложнее, чем с мамой. Так, ну-ка, интересное кино. Давайте посмотрим, какие там у нас с мамой отношения. Ну, мама всегда никогда в меня не верит особо. То есть, если остальные как-то, ну, там, вот учишься, там, пойдешь, там, в работе, там, или что-то там, станешь кем-то. Так, начнем с того. Оксана сама в себя верит? Она знает, чего она хочет? Не особо. Так, хорошо. Тогда вот немножко образ своей жизни расскажите. Ну, как? Ну, как, вот у меня есть подружки, у меня есть однокурсники. Вот я с утра встала, пошла на лекции, потом пошли с девчонками, там, кофе, чай попили. Потом, там, я не знаю, в кино сходили, потом мы там еще чего-то там сделали. Вообще, круг общения я вот об этом. Ну, нет, ну, университет, да, с утра. А потом, я очень редко вечером куда-то выбираюсь. Это только, может, на выходные какие-то, но это... Вечером домой поздно приходите? Домой поздно приходите? После университета? Нет. Ну, вот зашла в 3 часа, условно, в 3 часа зашла домой. Да, вчера, допустим. И что у нас там дома происходит? Вот с каким состоянием домой заходим? Нет, просто я живу отдельно от родителей. Я ехожу в другую город. Хорошо. Тогда вот меня интересует, к маме приехала на выходных. И что там у нас? Когда собираюсь ехать? Желание присутствует? Присутствует, но быстро пропадает. Так, хорошо. Зашла к маме и? Часто ругаемся с мамой и сестрой. На тему? Да вообще просто задевают как-то какими-то словами. Какими? Ну, в плане, ты вот там не сможешь, там, и еще там. Вот сестра старшая, младшая? В городе будешь там больше заработать. Вот в таком. Так, сестра старшая, младшая? Старшая. Старшая. У нее все хорошо по жизни? Нет. Они с мамой, вот такой немножко нескромный вопрос, но тем не менее. Сестра и мама в большей связке не жили, чем вы, да? Да. У них такая идеалистическая, это подружки уже там взрастились, да? А вы больше папина дочь? Да. Папа защищает перед мамой? Бывало. По-разному. Ну, в основном. Нет, ну, просто многие моменты, я просто не знаю, что. На ваш взгляд, Ксюша, почему мама так поступает? Ну, был такой момент в детстве. Это было, я даже не знаю, я просто этот момент даже не помню, как бы, примерно сон. Это было года четыре, наверное, может быть, меньше. И когда мама шла с подругой, и она говорила, вот если бы Коля, если бы мой папа, если бы он, так сказать, не сказал бы мне, не заставил, то я бы ее вообще не хотела. Я не хотела, я ушла рядом, я не заставила. Значит, у нас, получается, картинка такая, Ксюша. Женщина, мама, и все, что с этим связано, все девочки, все женщины, они для вас практически не существуют. Вы с ними взаимодействуете, потому что нужно, необходимо, потому что без этого никуда не денешься, да? А папа – единственный защитник, который дал возможность жить, правильно? Возможно. У меня еще бабушка прошла руника, она меня воспитала, в принципе. Так, а с бабушкой у нас что происходит? С бабушкой все хорошие отношения, то есть я ей больше доверяю даже, чем родителям, чем с сестреном, чем родителям. Бабушка, а в курсе отношений? Нет. Кто в курсе, кроме его и вас? Мои други. И батарея, друзья. У него не знаю. У него это да, мы сейчас о вас говорим. Ксюша, а вот, если честно, о себе самой. Я какая? В смысле? Вот как человек, я какая. Я? Угу. Недоверчивый. Я мать, я знаю. Кричим часто? Когда уже вообще я теряю рассудок. Ну, это редко, редко, но бывает иногда. Вот именно с ним я стала такой. Бывает вот, что доведет. Чем? Своей ложью, потому что когда смотришь, то знаешь... А в чем врет-то? Врет он в чем? В том, что нет ни с кем отношений. Начинают все доказывать, все проверкать. Ксюшенька, услышите меня, пожалуйста. Это не потому, что он плохой или хороший. Взрослый мужчина, когда тем более чуть-чуть состоятелен в плане социалки, да, в плане денег, ему просто классно с вами поспать. Просто классно. Но вы для него, девочка, ну, скажем так, чуть-чуть полегче поведением, чем все остальные. Уровень вашей доступности, он просто пользуется. Просто пользуется. А вы рисуете себе картинку, что от того страха, который вы в себе носите, что вам отказали в жизни, вы думаете, что он вас защитит? Нет, Ксюш, может только попользовать. И каждый раз, как на плаху идете. Вот почему я еще раз сейчас спрашиваю, девочка моя хорошая, красивая, замечательная. Тебе туда зачем? Если правде в глазки посмотреть, скажи, пожалуйста, тебе туда зачем? Ты идешь не потому, что хочешь, а потому, что надо. Надо зачем? Зачем ты туда ходишь? Зачем? Я не знаю. Вот когда я просто с ним расстаюсь, и я просто в таком состоянии нахожусь, что я просто схожу с ним. Это как происходит? На физическом вот как это происходит? Поведение какое? Я не сплю по ночам вообще. То есть я вообще не сплю, я не ем, я просто лежу, ничего не хочу делать. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, а когда вот, ну, допустим, там 5-6 лет назад, такое поведение с чем было связано дома? А, такое поведение. Ну вот когда не кушать не хочу, ничего не хочу, вот когда кажется, что жизнь рушится. Откуда оно взялось? Вот эта реакция, что жизнь рушится, что от меня все уходят. Он в частности, просто проекция пошла очень жесткая. Все хорошее, что мне очень хочется, без конца от меня уходит. Вот когда это началось? С друзьями, с подружками, с мамой. Вот как это все? Ну, чуть-чуть поглубже, давай посмотрим. Да, ну, пытаюсь, но не могу. Как-то детство, но я такого не помню, чтобы прям так было, чтобы я не ела, не спела. Нет, ну это ж не сразу так, а такая накопительная система. Да, ну, возможно, не знаю. В детстве я очень часто с сестрой ругалась, да, у нас вообще были плохие отношения. И мама тоже вот как-то так вот. Я все время чаще к бабушке ходила. Вот когда уходила к бабушке, чувство, какое обида, она на что была? То, что меня, наверное, любят меньше, чем плюс. Почему? Твое внутреннее решение, почему? Не знаю, потому что я нежеланная. Мама когда-нибудь в глаза такие вещи говорила? А когда-нибудь ты у нее честно спрашивала? Давай договоримся, первое, что сделаем после нашей с тобой беседы, что ты наберешься смелости, ведешь к маме и честно у нее спросишь, мама, это так или нет? Да. А что это даст? Еще раз. Вот сейчас никак не можешь позволить себе повзрослеть. Если человек взрослый, он всегда несет ответственность за собственные поступки. Состояние умирания, вот когда ты с ним расстаешься, да, это идет не хочу жить. Человек взрослый, он просто решает задачи. И понимает, что если эти отношения, они тупиковые, просто тупиковые, то зачем я буду себя наматывать? Почему я спрашиваю о родителях? Потому что чаще всего бывает так, что ребенок, понимая, что он нежеланный, он начинает навязывать себе любому человеку, который хоть как-то приголубил. Вот, по-первых, это срабатывало. И когда этот мужчина развлекался с тобой, ему было классно, он поддерживал себя, что я могу, там, вот, все хорошо было. Но когда с твоей стороны пошла привязанность в плане том, ты зачем мне врешь, ты мне обещал дальше, что, как, вот, почему ты с той там был, почему ты с этой, это начинает такое состояние вырабатывать напряжение. Потому что зависание, это вот как Анна на шее повисла, и тяни меня, пожалуйста. Никому не нужно. Ксюша, услышь меня. И для того, чтобы выйти из этой зависимости, нужно быть честной прежде всего сама с собой. Прежде всего. И когда я понимаю, что неважно мне этот мужчина, он мне, собственно говоря, ничего не дает, любви большой не вижу, при любви не плачут. То, что выход непростой, да, по кольцу хожу, да, согласна, но выход всегда рядом от принятого решения. Оставаясь самой и понимая, что каждый раз чувствую себя отвергнутой, я буду натыкаться на одни и те же грабли. Я буду цепляться, кто меня отвергает. Так я один раз, один раз подойду, спрошу у мамы. Мама, скажи мне, пожалуйста, честно. Для меня это очень важно. Вот у меня остался в памяти такой-то, такой-то разговор. Честно, это так или нет? И почему у меня сложилось на протяжении моих 20 лет такое видение, что ты сестру любишь больше? Разговаривай, как взрослый человек, если ты живешь в другом городе, если ты учишься сама стоять. Она говорит, что я вас люблю одинаково. Нет, еще раз. Это вот слышишь, как я говорю, как ты говоришь, да? Это поверхностное повествование. А когда ты готова будешь серьезно разговаривать, тогда мама ответит тем же самым. А просто поговорить, посидеть на лавке – это разные вещи. Для тебя это не очень значимо, пока ты не осознаешь уровень важности того, о чем мы сейчас с тобой разговариваем. Если ты принимаешь решение быть самостоятельной, тогда ты учишься взаимодействовать. Если ты хочешь от мамы, потому что решила, что не очень хорошо, а папа не всегда готов помочь, решаешь повиснуть на взрослого мужика, потому что не добрала в семье любви, понимания и уверенности, не взрастили в тебе, да? Будет тебя просто пользовать. Услышь меня. Для того, чтобы выйти из любой зависимости, нужно осознать эту зависимость, по причине чего она возникает. Еще раз спрашиваю, ты туда зачем ходишь? За стабильностью. Он взрослый, ты маленькая. Хочется прийти, чтобы любили, на руках носили, подарки дарили и перспективу рассказывали. Днем ты девочка маленькая, ночью ты молодая женщина. Так не бывает. Тебе разорвет. Давай выбирать, или ты девочка еще маленькая, или ты все-таки молодая, красивая, но взрослая девушка, женщина. Это только твое решение. Никто за тебя не сможет его принять. Никогда. Для того, чтобы начиналось какое-то действие, для тебя изменения происходили, научись задавать вопросы. Любому человеку не истерить, не требовать, не пытаться шантажировать. Или как-то там, ты помнишь, говорил, ты помнишь, мне там, обещал, там еще, я тебе поверила, я тебе доверилась, там еще там кучу всякого, всякой ерунды, которая не имеет под собой никакой основы. И когда в следующий раз тебе очень захочется к нему пойти, спроси у себя, зачем? За каким чувством, за каким действом? Что ты там хочешь испытать? Что? Что ты можешь на него влиять? Вряд ли. Что ты можешь его удержать? Тоже вряд ли. И честно на него глазки-то раскрой, посмотри. Это взрослый, очень взрослый мужчина. Очень взрослый. У него уже куча болячек, у него куча комплексов, куча всех невозможных, так умею, не умею, хочу, не хочу. И если ты будешь понимать не в самом кино жить, что вот он меня там приглашает, обнимает, мы сидим, разговариваем, мне хорошо. Нет, нет. Это иллюзорное восприятие. У тебя картинка идет, что взрослый тебя оберегает. Он не оберегает тебя, он тебя пользует. Это не плохо, не хорошо, ты позволила, он взял. Тогда научись себя уважать. Потому что жизнь еще впереди огромная, красивая и достойная. И только сейчас ты принимаешь решение, как ты будешь жить. Или не кушать, не спать после каждого, когда там мужчина бальзаковского возраста подкашливает, подпукивает, прости меня, да? А я сижу и жду, может случиться чудо, может не случиться. Поверь, не случится. Категории разные. У тебя еще вся жизнь перейти, а он уже половину прожил, если не больше. И честно у себя спроси, что тебя там ждет. У него есть дети, у него есть жена. В плане финансовой стабильности ничего, поверь. Ничего. Потому что до тебя там все распределено. В плане любви, понимания, эмоциональной какой-то поддержки тоже вряд ли. Потому что, когда он заходил с тобой в отношения, он просто, ну так, представлялся таким крутым мужиком, который все может. А на самом деле что? Давай вот еще раз мы с тобой попытаемся пройти ситуацию, в которой ты находишься, но только честно. Посмотри. И говори, не сдерживая себя, говори. Что приходит на ум, то и говори. А я обязательно тебя хорошо послушаю. Потому что он мне не дает уйти. Вот это еще. Это как? Ну вот мы расстаемся, и он начинает мне писать, звонить, и все подряд, все подряд, все подряд, начинает доказывать. Или, к примеру, был момент вообще, то есть я не понимаю, зачем это делать. То есть если я, в принципе, только как принадлежность к постели, можно так сказать? Нет, это приятная игрушка. Очень приятная. У него этих игрушек миллион. И что? И с каждой так? Он каждый раз подтверждает? Да, я словила его на сайте знакомств, и взломала его анкету. Вот. И вышло так, что просто, ну, я все это прочитала, как бы там договариваться с девочками. Причем девочками там лет 16-17. Педофилией не страдаем? Спроси у него в следующий раз. Педофилией не страдаем? Он говорит, я не педофил. А кто? Рядом лежащий, что ли? Он все, да, ни при чем. И когда он говорил, что это не моя анкета, это меня попросили вставить фотографию, это мой знакомый, который сидит с моей анкетой, и берет мои ключи, и он говорит, что это было так смешно. Но дело в том, что он подговорил какого-то человека, который мне действительно звонил, представлялся этим самым знакомым. Но это, ну, действительно, зачем это делать? То есть это вообще детский сад какой-то. Играется он с вами, да. Но он думал, что я поверю в это. Да ничего он не думал. Зачем он просто меня удерживает? Я не понимаю. Ксюша, как можно кого-то удержать, если человек не хочет? Скажи, пожалуйста. Почему ты сейчас пытаешься переложить ответственность за то, что ты не можешь уйти на него, что он тебя держит? Ну, еще раз. Ты принимаешь решение в бывших отношениях. Приняла решение, развернулась и ушла. Как тебя можно удержать? Он тебя что, батареи привязывает? Ксюша, давай обманывать не будем. Еще раз. Он тебе зачем? Что ты испытываешь? Зачем он тебе? Зачем ты терпишь это все? Ради чего? Какую задачку внутреннюю решаешь? Еще раз расскажи мне, какие эмоции ты испытываешь, когда вот эти отношения длятся достаточно долго. Они тебе что дают? Во что ты веришь? Уже ничего. Кроме, не знаю, какой-то ненависти постоянно. По крайней мере, когда я общаюсь с ним, я хоть как-то могу более-менее жить. Как? Когда мне расстрелишь. Как ты можешь с ним жить? Скажи мне, как это твоя жизнь? На чем она основывается? Мы общаемся, все там поговорили и все. Так, и что? Мне этого достаточно, чтобы в принципе нормально себя чувствовать. А как только вот я с ним общаюсь, ничего не контактирую, то я просто не знаю. Подожди, а кто тебе мешает с ним общаться? Хорошо, и форма вашего общения, о чем вы общаетесь? Да просто общаюсь, точно. Ну так завези себе скрытую анкету на сайте. Заходи к его, этот аккаут, и пиши ему, здравствуй, мой родной. Я сегодня была на трех лекциях, ходили поели мороженого, попили кофе. О тебе вспоминала. Как у тебя дела? Он пишет, все у меня хорошее, мое хорошо. Я вот тут с девочкой встретился там с одной, ты знаешь, она такая-такая. Ну вот, давай с тобой встретимся, ну давай встретимся, ну зашли, кофе попили. Еще раз, почему ассоциация проходит, он есть, я живу, его нет, и меня нет. Зачем ты ходишь в эти отношения? Что ты там в нем высматриваешь? Что хочешь услышать, увидеть, почувствовать, что? Не знаю, что я, наверное, нужна как-то, что? Зачем? Не знаю, что он ко мне хочет что-то чувствовать за все эти годы, что вот как-то вот... Годы это сколько? Четыре года. Угу. Ну уже и было, в принципе, четыре, почти. Что я нужна, что я как-то вот, что все-таки для него хоть что-то это значило, как какой-то обычной постели. Что хоть, 10 лет, что-то для него, без отличия. И все, что происходит, то есть, все больше и больше я унижаюсь перед этим. Значит, опять читаю себя не очень достойно. А он глумится каждый раз. Сегодня пригласил, завтра забыл. Я сижу, жду его звонков, меня телепает, он говорит, знаешь, я забыл. Еще раз, Оксана, смотрим, какие, почему выстроились такие отношения. Вот при такой разнице возраста, как правило, девушка всегда мужчина вертит и крутит, как хочет. Почему наоборот? Потому что он знает, что я к нему что-то чувствую на этих порах. И что? Это что, чувства, чувство любви должно выражаться только в именно вот в таком унизительном положении, что нужно обязательно выпрашивать? Он, наверное, понял, что уже даже с учетом того, что он всего много делал за все это время. А что он много делал, прости, пожалуйста? Что это такое? Ну, вот эти все, вся ложь. Ксюша, услышь меня, это не ложь, это его форма жизни. Это твое обличение. Ты рассчитывала на одно, что вот для него станешь, там, я не знаю, королевной, принцессой и т.д. и т.п. А оказалось, и, собственно говоря, наверное, это было и до и после, что одна из многих, потому что девчонки, размещающие себя на сайте, там, или очень доступные в плане, я не говорю, проституции, да, мы сейчас не об этом, а в плане недолюбленные в семье, они всегда ищут, куда бы преклонить голову. Скорее всего, со своими однокурсниками у тебя не очень выстраиваются отношения, потому что ты вообще не веришь. А тут, вроде, мужчина взрослый, ассоциация проходит, взрослый, уже все хорошо, значит, стабильный, уже не надо ничего делать, вот я сейчас приду, и я свою молодость продам, и он будет безумно счастлив. Открой большой секрет, не будет, потому что желающих продаться на сегодняшний момент девчонок, к сожалению, очень много, к сожалению, и вы как бабочки на ту лампочку. Там очень редко бывают обычные девочки, там действительно именно проститутки, которые в 16 лет за деньги готовы и все. Услышь меня, Ксюш, проститутка, это тоже девочка, которую очень-очень сильно недолюбили, но посильнее, наверное, чем тебя, и ей вообще терять больше нечего, она настолько к себе плохо относится, что убивая и подкладывая себя под каждого мужчину, думает, ну и пускай так. Это уже совсем безразличие к себе. У тебя еще теплится к себе хорошее отношение, и ты пытаешься биться, но силы уже как-то не на исходе. Давай мы сегодня с тобой попробуем все-таки хотя бы начать рассуждать, размышлять на тему того, дальше что? вот дальше что в твоей жизни будет? Вот он будет идти еще раз говорю, пеплом уже голова посыпана, одну ногу прихрамывает, третью подтягивает уже, да, уже на диване поспать, там уже как-то кряхтя встаем и не так активны, как хотелось бы. так ты к нему зачем идешь еще раз? Зачем? Зачем ты его переделываешь, девочка моя маленькая такая? Зачем ты переделываешь? Он жизнь прожил. Не надо его переделывать. Бесполезно. Бесполезно. Давай будем к себе возвращаться. И потихонечку его оставлять в покое. Это не он к тебе бьется, это ты его оставить не можешь. Потому что без него ты решила, что жизни нет. Слишком много врал в плане том, какая ты замечательная, да я ради тебя все, и вот только скажи, только будь со мной. Это абсолютная завлекуха. Кто много говорит, мало делает. Еще раз поговори на тему того, зачем ты туда ходишь. Для этого ощущение того, что вот в какие-то моменты хотя бы мне нуждается, что в каких моментах он может нуждаться в тебе? Ну вот, когда мы вместе, он-то себя ведет, как всегда. А всегда ведет себя как написано по образу, хорошо, хороший, примерный, верный, подобный. А давай мы попробуем этот образ сформировать на тебя саму. Верная сама себе. Уважающая, ценящая и четко понимающая, куда иду, что делаю и как хочу жить. Вот расскажи мне об этом. Если тот образ, вот этого мужчины, твой образ, и ты туда пытаешься там вот абы кого туда вот сунуть. Голова выходит, пятки не входят, но в принципе ничего, удерживается. Если этот образ на себя, то это я какая? На твой взгляд, уважающая, ценящая, понимающая и идущая вперед, развивающая девочка, она насколько далека от твоего образа, в котором ты сейчас живешь? А если его приблизить, тогда как? Тогда что ты должна сделать, чтобы соответствовать собственному же образу? Ворачиваю. Так, это как? Вот первое действие, которое приходит на ум. А это уже сложно, не знаю. Ну, порассуждай хотя бы немножко. Что в твоем понимании или какие определения, какие комментарии, я не знаю, какие действия ты вложила в слово, в суть, какова слово уважение к себе? Это что в твоем понимании? Как это должно выглядеть? Ну, для начала я уже как бы все-таки понимаю, что это все неправильно и начало как-то больше заниматься собой, чтобы когда вот занимаешься чем-то именно в своих развитиях, в стенажерный зал записалась, там еще что-то. то есть это тоже что как бы заставляет себя как-то более оценить, что так выглядели, что так выглядели, что так выглядели, что так выглядели. Я зря ничего не делаю. Никогда. Если он чувствует, что ему не очень хорошо, значит он садится и начинает разбираться. Интересное кино. Почему мне так нехорошо? Что в моей жизни на сегодняшний момент меня так сильно, здорово напрягает? Так вот, Ксюшу сейчас что напрягает? То, что я не могу нормально уйти. Всегда возвращаюсь. Вот это. Хорошо. Уходя, что происходит? Я замыкаюсь в себе и ничего не хочу делать, не учиться, не ездить, не спать. Чувство протеста работает? И просто отвлечься как-то особо негде как-то так. У меня есть несколько друзей в городе. Но в основном просто не все далеко живут и нет возможности выбрать их на это. Чтобы даже отвлечься в каком-то кафе и даже кофе попить. А кроме кафе кофе попить вообще отвлечься никак? Больше не работает? Дома мне не получается. Мне нужно, чтобы были какие-то люди. Значит, сама по себе ты находиться дома не можешь. Ну вот. Но это не всегда работает. Вообще, я по себе как бы, да, я люблю одиночество как-то и люблю быть одна, когда никто не трогает. А если одиночество и любовь быть самой дополнить, допустим, размышлениями на тему, это почему я такая себя молодая, красивая, достойная и перспективная довела до такого, прости меня, даже не побоюсь сказать слово, ущербного состояния. Сижу, скулю за старым мужиком. Я понимаю, если бы сидела, скулила за деньгами, вот бы мне денег дал бы, я бы закончила университет, бы дело свое открыла бы, но это хоть как-то бы сходилось с общепринятой на сегодняшний момент иллюзией. Ты зачем скулишь сидишь? За его вранье? Зачем? Что там тебе прельщает? Или биться с ним насмерть? Или когда он пришел, ты можешь рот открыть, это говорит о том, что я живу, что ли? Или что там присутствует? Вот зачем ты туда идешь, зная, что там на сайте взрослый мужик сидит на сайте знакомый, девчонок малолетних собирает? Нормально кино? Но я должна быть впереди планеты всей, да? Ни пяди родной земли не дам, ни одну не позволю в мою койку залезть, я там буду постоянно. Она тебе зачем эта койка-то? Уровень комфорта твой с этим мужчиной, как женщина, какой? Насколько ты получаешь удовольствие, наслаждение, насколько тебе это с ним секса? Что ты при этом испытываешь? Нравится это как с ним. Нравится это с таким обреченным лицом, да? оно прям так нравится? Ну с ним в этом плане хорошо. Хорошо это что значит? Ну у меня просто не так было много опыта в душе Да при чем здесь опыт-то? Я о твоем состоянии? О состоянии твоем я не о сравнении Я получаю удовольствие Знаешь, когда женщина действительно получает физическое удовольствие а секс, любовь она основана прежде всего на доверии она говорит слушай я улетаю это такое потрясное чувство да я ради этого да все что угодно выдержу вытряблю потому что вот вот тогда я живу а я сижу смотрю что девушка мне говорит ну хорошо ну хорошо опыт тихо помираю когда хорошо Ксюш еще раз вот твое состояние на сегодняшний момент оно из чего сложено ты почему-то вот у меня такое чувство готова на все лишь бы он бы иногда выбрал бы так он у тебя с чем ассоциируется почему не хочешь учиться чтобы выйти в жизни быть самостоятельной ни от кого не зависит если ты уже сейчас осознаешь в своем возрасте что зависимость это всегда плохо берущий требующий это зависимость сегодня дали завтра забыли и тому кому не дали он начинает умирать что делаешь ты сейчас сидишь что он тебе такого дал скажи мне чтобы ты могла вот так над собой издеваться не знаю все равно он все таки дал какую-то веру в себя ну и куда она делась что как дал так и взял что ли нет ну в смысле в плане что он верит что из меня кто-то получится подожди подожди тогда мне скажи а ты-то сама в себя веришь что из тебя может кто-то получиться и вообще кто должен получиться давай так поговорим тогда по какой причине живешь с утра встала зачем в университет ездишь зачем глазки красишь губки красишь зачем для чего перспектива хотя бы до конца года расскажи мне собственное когда учиться для чего для диплом а диплом тебе зачем призывание и сомневаюсь что я буду работать по этой профессии это просто мне нравится выбор кто делал профессии на кого учишься филолог а кем бы хотела стать писателем чем писателем что-нибудь писала когда-нибудь и ну все в основном не закончилось какие-то детские вопроски написала когда последний раз писала давно последнюю неделю две чем занимаешься последние две недели я почти не сплю страдаю засыпаю часов в 5 в 6 утра ну занятия тоже и пыталась как-то отвлечься до недели вышла хотя бы погулять с другом отвлечься от чего от всех этих мыслей от каких мыслей я мыслей не слышу не слышу мыслей от мыслей о том что делается всем этим с чем с этими отношениями а где ты увидела отношения скажи мне я это называю как отношения ты никак не можешь принять решение для себя что вот этот мужчина не совсем из твоей оперы скажем так так мужчина то здесь ни при чем ты себя обичуешь что опять не удалось понравиться уж выбрала старенького и уж не очень такого чтобы очень не все что хотела все что имела все отдала и опять не нужна так вот эти секреты открою если так будет дальше то никому не будешь нужна никогда нельзя себя все отдавать всегда нужно оставлять чуть-чуть а лучше половинку для себя самой и чтобы не сидеть в состоянии депрессии нужно обязательно реализовывать свою мечту в частности быть писатель писатель как любой другой человек занимающийся чем-то да и получающий от этого удовольствие он имеет 10 процентов таланта а 90 упёртостей труда а если я ночами не сплю и одну шарманку кручу что вот все там была и та и ся то бишь вот я вчера говорила сегодня проговорю ту же фразу у вас такая сейчас модель пошла у девчонок до 30 лет вы так сами себе ранку-то распонахаете а потом сидите плачете еще сольки туда засовываете чтобы побольнее было давай мы будем переключаться на значимые необходимые и нужные вещи для жизни не для мозгов бросил не бросил и пошла подтверждать а вот тогда тогда а вот это вот то а вот сюда а возвращаемся на землю и решаем собственные задачи а к этому мужчине составь несколько вопросов на которые бы ты хотела получить ответ и до тех пор пока он тебе не ответит честно четко и понятно не иди с ним понимаешь о чем говорит он же никогда их видит если честно тогда зачем он тебе еще раз еще раз зачем человек тебе который тебя обманывает зачем зачем ты себя наказываешь за что были отношения слава богу 4 года слава богу помог спасибо огромное сейчас ты что хочешь чтобы что изменилось что в хорошей что такое в хорошую сторону ну как то я не знаю больше уважения больше внимания больше нежности больше какой-то все становится только хуже хорошо тогда мне параллельки две проведи раньше тебя уважал это было как а сейчас он тебя меньше уважает это как действия какие совершаются раньше по крайней мере как-то я не знаю пытался меня добиться в таком плане ну всю жизнь добиваться нельзя уже добился сколько же можно ну за получим говорит что у меня извини есть партнерша а ты тут так пришла я конечно она удивилась просто в три часа ночи я просто встала и ушла потому что я не знала что просто я как бы да я знаю что у него кто-то есть но он мне все время скрывал говорю что у меня никого нет вот я что ты у меня единственная с кем я хотя бы какие-то там отношения сейчас он мне говорит что у меня есть уже одна женщина девушка не знаю а тут ты пришла сейчас он даже я даже не знаю даже и себя чувствую как-то и даже ниже уровня чем у те девочки которых он снимает скажем так потому что они хотя бы что-то за это получают он там лазит а я что меньше не будет так мы туда ходим зачем чтобы что-то получить нет а сейчас о чем это был монолог нет я вообще говорю что даже я получается ниже уровня чем все они кто кто туда себя поставил я нравится хорошо место достойное нет так в чем дело тогда как поставила так и уходи вот вот сейчас еще раз мне проговори ксан какую задачу хочешь решить избавиться от этого чувства какого чувства чувства зависимости и даже не только к нему а вообще к остальным с остальными парнями тоже так происходит а как подожди как с остальными происходит у меня был мальчик у нас были отношения тоже и когда мы с этим расставались это было недолго но тоже я просто себе нарисовала такой портрет думала что он хоть что-то от меня хочет каких-то отношений серьезных оказалось что он просто играл значит та модель поведения которую я сейчас имею то бишь на лбу у меня написано безнадега точка ру да и любой мужчина старый взрослый хороший не очень хромой косой любой подходит читает безнадега точка ру да и начинает за счет Ксении самоутверждаться Ксюша надо сказать ты такая замечательная хорошая пойдем я тебе кофейком попью ой ты знаешь вот ты там как доехала и десятку дать и Ксюша вся твоя так мужчины здесь при чем еще раз спрашиваю Оксана чего недостает у себя самой какого чувства недостает и что я готова для этого сделать не плакать сидеть что они вот все никак не хотят от меня что-то взять они уже и так все взяли Оксана уже все взяли уже все попользовали уже спасибо не надо давать больше нечего кроме тела больше давать нечего все остальное как-то оно не очень востребовательно потому что нечего уверенности нет чувственности нет полноты ощущения жизни нет что даем-то кроме тела а если душ девочка девочка моя оставь-ка ее пока при себе душу свою давай-ка мы ее сначала очистим немножко душу твою и не позволяй пожалуйста ни сейчас никогда бы то ни было чтобы кто бы то ни был по твоей душе топтались очень больно и от этого поверь сложно отходить и чем дольше ты будешь позволять кому-то просто так отдавать свою душу тем сложнее тебе будет выходить из этих ситуаций давай-ка мы все-таки мозги будем поначалу включать и совершать те действия которые позволят тебе фокус твоего внимания переключать на саму себя коль уж ты такая взрослая у меня в свои 21 год давай нести ответственность за собственные поступки неплохо нехорошо просто на сегодняшний момент на сейчас тебе нужно принять решение как ты собираешься жить дальше и какое поведение и какие действия ты будешь совершать от сегодня и дальше можно не сегодня можно завтра но решение нужно обязательно принять и оставить всех мужиков в покое которых ты решаешь осчастливить своим телом и душой пожалуйста давай мы их отодвинем хотя бы на полгодика они пускай от тебя отдохнут а ты пожалуйста от них отдохни со своей нерастраченной чувством вины бесконечной что недостаточно хороша не так сделала не так ножки раздвинула не так встала не то сказала не так посмотрела вовремя не позвонила и много-много чего для того чтобы у тебя не было любого рода депрессии или еще чего-то значит первое даем себе абсолютное обещание в том что во-первых университет не пропускаем утром утром встаем самой себе улыбаемся и говорим Ксюша будет так как я хочу учимся не для диплома а для того чтобы стать классным писателем и каждый день сажусь и описываю всю свою жизнь для себя самой честно сижу потом читаю меньше трех листов формата А4 не пишем пока не написала не встала пока только душу отмывать будем не надо ничего думать не музу ждать а честно пишем как же я жила вот когда это напишешь тогда следующий этап и как только начинается замот в плане том не позвонил не пришел там не дал там не сказал сажусь беру ручку и пишу включаюсь в себя потому что абсолютно зацикленность на внешнее они вот позвонили они пришли они рубль 20 дали значит я нужна значит я живу нет хорошая моя давай я живу самостоятельно да и делаю для себя все возможное в данном месте и с возможностями теми которые имею на сейчас вот на сейчас я еще раз тебе проговариваю твои возможности у тебя классная специальность которой ты обучаешься у тебя есть квартира в которой живешь у тебя есть возможность какого-то материального обеспечения которого хватает тебе для того чтобы учиться правильно ты же на дневном учишься я правильно понимаю да значит там какие-то денежные средства у тебя имеются я просто бесплатно ну чем более квартира твоя нет я снимаю снимаешь кто платит за съемную квартиру родители слава богу дай бог им здоровья и огромное им спасибо значит у нас на сегодняшний момент одна задачка приучить себя к тому что занимаюсь собой не о нем думая куда пошел с кем и где и в каких трусах да а чем я сейчас занимаюсь так вот я готовлю себе светлое будущее если я писатель значит мне нужно точить навык вот каждый день по три листа я оттачиваю навык на собственной жизни хорошо на эту тему можно подумать решение принимать но если решение будешь изменять то бишь предавать саму себя поверь ситуация будет ухудшаться я обязана это сказать потому что это работает только так или человек идет вперед или он катится назад вот сегодня можешь подумать спокойно поплакать даже напиться можешь прям вот в дым утром встала чашку чая пью дрожащими руками и принимаю решение как с завтрашнего дня и до конца своей жизни собираюсь жить потому что кроме тебя никто никогда не примет этого решения а вот таких желающих попользовать с твоей внешностью поверь вокруг будет немерено но это должно быть взаимо ну хотя бы выгодно неплохо нехорошо а сидеть в 21 год вот это вот слезки вытирать и подсколивать а мужике там уже далеко не первой свежести не обижай себя пожалуйста не обижай тебя очень прошу Ксюша я гарантирую если тебе нужна моя помощь ты пожалуйста пиши звони я всегда отвечу на все твои вопросы сейчас есть возможность пойти погулять побудь сама с собой и посмотри честно на ситуацию которую ты для себя создала знаешь такая клетка дверь открыта ты боишься из нее выйти так что давай брючки надеваем там джинсики надеваем кроссовочки хвостик на голове завязываем улыбаемся и пошла и пошла по городу герою и смотрю какая вообще жизнь есть кругом кроме вот этого товарища где ты его нашла история умалчивает ну ладно и отпускаю да вот из души его отпускаю и душу свою очищаю она светлая как птица она только твоя только твоя только твоя и никогда никому не давай хорошо спасибо большое пожалуйста моя хорошая мне дня через три позвонили или напиши хотя бы как у тебя дела у тебя все получится поверь один раз нужно шаг сделать и пойдешь так а вам позвонить можно или это ну почему нет ну позвони конечно других условий да позвони что ж ты рамки то себе устраиваешь сразу я же сказала позвони хорошо хорошо спасибо договорились иди гуляй пожалуйста да спасибо большое счастливо до свидания до свидания